хоба всем привет с вами доктор влад и сегодня мы поговорим о том как как варят пиво в америке это завод миллер штат вискансин город милуоки от нас совсем недалеко тут ехать может быть пару часов вот экскурсии совершенно бесплатный длится на два часа и в день они вот так вот крутятся два часа потом следующие два часа и так далее и так далее и под конец еще там пивом угощай там ну выпей сколько бутылку две вот так как-то но много тут не пьют все за руем потому что ну вот а пока ждешь экскурсию мы пришли минут ну может быть за 20 ходили тут по вестибюлю смотрели это вестибюль завода это работающий завод обычные время от времени там но не время от времени целый день там экскурсии идут ну вот какие-то старинные бутылочки тут какие-то приспособления не очень в этом разбираюсь фермент танк но это значит там ферменте за цена она идет пивного какого-то как она называет сусло что ли и сусло чё-то знает я не специалист в пиве ну кто разбирается смотрите как это делается ну вот первый снимок вот это автобус старинный какой-то их тоже заводской ну на нем что-то возили наверно стоит на улице но я его тоже на всякий случай сфотографировал конечно в рабочем состоянии просто вид у него такой довольно-таки староватый топа вот мотоцикл тоже миллер видите написано вот здесь вот миллер здесь миллер вот но тоже это как украшение что ли ну тут его всякие цилиндры тут внизу и как он работает и так далее красивый мотоцикл опс вот собственно сам завод и слева и справа там перемычка я потом покажу получше дождик как раз было видите все зонтиками идут вот и лужи какие-то американский флаг и флаг завода миллер синенький миллер тут немцы конечно же ну само по себе миллер это фамилия фабриканта здесь испоконников как говорят сюда съезжали с немцы вообще немцев страшное количество в америке очень много и у нас в чикаго и там вот в висконсине висконсин называют вообще-то да как лондон вот и висконсине тоже полно немцев ну вот они все организовали а уж в этом-то городе мелоки там конечно сплошные немцы упа ну вот еще кусочек это на улицу я вышел на горе минут 20 у нас было люди идут просто так ну вот а это уже собственно зал где вот это пиво варится людей не увидите вы потому что ну нет здесь людей зачем они нужны тут машина работают у меня опыт есть что интересно я работал в свое время стройотряде на заводе вермута в какой-то деревне ну там нечего рассказывать там грязище конечно и потом какое-то время я работал еще есть такой в дмитрове ну как называется пппп предприятие по переработке пищевых продуктов ну там делают всякие печенье пряники и в частности водку там делают и вот я в водочном отделе работал там всего пару месяцев ну мне потом один товарищ там объяснил это куда ты полез вообще там это в общем не для тебя это там горит работают такие жуки вот что ты там пропадешь ну я действительно я не стал испытывать судьбу там было чище конечно там в общем производство такое крепкое не знаю сейчас они сохранились или нет но единственно что мне не понравилось вот там конвейер идет да но такой конвейер там машина такая значит все раз бутылку наливает ставит бутылку наливает ставит вот такой робот промышленные дело в том что в россии бутылки используются повторно вот и в общем то они иногда бьются там ну стандарт не тот или что такое в этом роде в америке бутылки повторно не используют они все только стеклобоем идут потом на переплавку вот стекло только используются вот а там и вот время от времени там ну вот не знаю в несколько минут раз обязательно какая-то бутылка разобьется водка из нее выльется вот и там под конвейером такая такое ведро стоит суровое и значит сверху марлечкой прикрыто и туда эта водка сливается а потом ее значит назад в процесс запускают ну не знаю марли лежит но все равно на насколки какие-то попадают нет конечно жутко не понравилось но я промолчал и вообще там больше молчал смотрел вот но это ладно ну в общем вот так вот смотрите мне это производство знаете что напомнил вот терминатор последние последние кадры когда там это такая борьба идет между самим терминатором и каким-то свежим роботом примерно что-то в этом роде ну ладно дальше смотрим вот опять видите людей нету ну зачем они нужны тут конвейеры везде ну какие-то сидят управлять надо вот поближе лестница какая-то ну да ну это рабочий процесс между прочим а он так и работает целый день этот завод ему экскурсанты не мешают совершенно упа ну вот здесь видите готовый это склад готовая продукция тоже что-то напоминает какие-то фильмы сейчас отсюда выскочат как начнут стрелять какие-нибудь бандиты упа ну вот коробочки вот эти вот все с пивом американцы очень много пива пьют о видите сколько light 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 ну разные здесь виды пиво вот они что выпускают miller light это очень популярно miller genuine это значит ну такое чистое ну как сказать именно в миллеровской да ну как windows genuine вот miller high life ну так далее миллоки best но это по названию города ну и так далее и так далее асенхаус это айсхаус это ледяной дом много всяких микки фостерс опять склады склады полно но вот эта перемычка между двумя частями завод собственно завод и наверное управляющие там какие-то сидят тоже работают тут народ полно конечно работает все таким в цехах и просто нет но в цехах а чё там он делает ну работает конвейер все о покрупнее часы тоже и make miller time мы делаем время миллера что-то в этом роде попа ну вот это уже внутри там видите какие-то бочки огромные резервуары но там пиво конечно что же счета больше там нечему быть американский флаг конечно здесь чистенько правда чистенько и аккуратненько но вот еще какие-то огромные тоже не знаю как назвать но тоже резервуары а чё еще то вот они вместе и те и другие видите эти повыше эти пониже вот это уже цех ну вот это наша экскурсантка и экскурсовод и экскурсия тут всех возрастов люди интересуются но почему нет как работают может быть хотят сюда устроиться на работу и ну просто ради интереса вот и там еще подходит еще подходит ну люди бродят просто услышат голос она видите вот микрофон говорит рассказывает как это все делают ну я от этого далек вот там какая-то специфическая терминология вот девочка маленькая совсем не только маленькая но школьница мальчик тут под ней тоже показывает как люди работают почему нет вентиляции видел по ней всякие эти пользу как это ползают ползают эти крепкий орешек там и прочее видите какой вентилятор терминатор целый пролезет упа ну вот это мили миллер компании это ну там сидят видимо какие-то бухгалтера и что-то в этом роде ну не бедно они живут мраморный фонтан конечно не бедно пиво я говорю огромной популярностью пользуется в америке опа а это ну тоже музей это фигура такая как раньше это все было как изготавливали бочки вот эти вот какие-то старинные вот эти фигуры фотографии железяки какие-то старинные скамейки стоит ну что-то в этом роде вот еще один тоже манекен ножи и все такое прочее какие-то приспособления но игры от этого далек я совершенно в этом не разбираюсь но может быть кто знает подскажите что это такое может быть опа ну вот это такой зал вот так работали в древности на этом пивном заводе оп ну здесь просто люди идут тут улице я снял вот это это тоже их здание и с правой стороны здания и дальше вот там вот фабрика откуда мы пришли то сами цеха опа ну и все в принципе посмотрели немножко полюбовались на американский завод пиво в городе мелуоки штат вискансен теперь будете знать как в америке готовят пиво всего хорошего с вами был доктор влад